Саратовская компания ПЗК Агротехника эксклюзивно поставляет в Россию турецкие жатки Актур Кмакина. В сопоставлении с итальянскими жатками они нисколько не проигрывают в качестве, зато по цене выигрывают значительно. Жатка в восьмирядном исполнении с междурядем 70. Чем характерна эта жатка? Жатка спокойно работает на скорости до 15 км в час. Также она оснащена коническими боковыми шнеками для уборки полегшей кукурузы. У нее установлены измельчители не на самом вальце, а непосредственно за ними, сзади. То есть что нам позволяет? Если мы идем на большой скорости, у нас стебель не выскакивает из измельчения, а уходит назад, где он непосредственно измельчением и добивается измельчителем. Поэтому мы получаем очень низкий срез, буквально на 2-3 см. Выставочный образец не с конвейера, как у многих, а прямо с поля, от саратовского фермера СПК Чапаева. Собрала полегшую кукурузу и кучу восторженных отзывов и от фермеров хозяина жатки, и от его соседей. И так повсеместно. На фирме так полюбили продаваемую жатку, что реализуют исключительно ее. Ее специально привез именно после проработки 800 гектар, чтобы клиент видел, какой слой краски, какой слой грунтовки, какую качество исполнения, что происходит с жаткой после уборки 800 гектар. Политика фирмы. Каждому клиенту комплект зип. Ножи, цепи, элементы. На выбор в подарок. Фермеру можно не бояться, что в самый неподходящий момент что-то пойдет не так. Клиент подписывает приемы передачи жатки после того, как осмотрит комплект зип на складе. У нашего дилера он осматривает, чтобы там редуктор был, мысовые цепи были, пластины измельчителей, вот такие вещи. Что-то по гидравлике, за что больше переживает клиент. Ножи используются чисто итальянские. На сами ножи, которые расположены вот здесь, сам завод-изготовитель дает гарантию 5 лет. На саму жатку дает гарантию 2 года. То есть, будучи неуверенным в качестве жатки, такие гарантии не дают. Качество покраски и изготовления, сварочные швы, ни малейшего брака или неточности. Все сделано надежно и красиво. Жатки поставляются только в цвет вашего комбайна, причем на очень выгодных условиях. Совместно с компанией «Балтийский лизинг» разработали программу рассрочки на год. То есть, беспроцентную рассрочку мы предоставляем на один год. В каждом регионе компания находит одного надежного дилера. Полностью укомплектовывает его запчастями. Специалист фирмы выезжает в хозяйство, вводит жатку в эксплуатацию, обучает рабочий персонал. Ввиду технологичности и при этом крайней простоты и прочности техники, обучение трудностей не вызывает. Тут настолько все элементарно просто, что любой механизатор обучится в течение 10-15 минут и работает с жаткой. Механизатор не увидит какой-то разницы от своего комбайна. То есть, он увидит только все то, что ему уже знакомо, близко. То есть, он его просто подцепляет на комбайн. На выставке фирма представляет также итальянские сейлки из Фоджа. Характеристики хоть куда. Отсутствие коробок передач, компьютерное управление, электропривод высева удобрений, датчик скорости, плавающий сошник для обеспечения равномерной глубины внесения удобрений. Мозг всей сейлки, которая отвечает за работу полностью высева и семян, и удобрений. Удобрения высеваются. Задали 20 грамм на погонный метр, будет высевать 20 грамм на погонный метр. Задали 100 грамм, будет 100 грамм высевать. Так же, как и семена, будет ложить именно по одной семечке, непосредственно в семенное ложе. Эта сейлка оснащена собственным генератором, так как она с электроприводом. И непосредственно аккумуляторной батареей. Вот она, аккумуляторная батарея, так как это у нас с Фоджа Сигма Электро. Данная сейлка отработала 150 гектар на демопоказе. Она сейчас у нас идет тоже с увеличенным дисконтом. 12 рядов на 45 междурядей. Это одна из самых дорогих и самых точных сейлок мира, надежная, как автомат Калашникова. Прежде всего, вызывает интерес у свекловодов. Ввод в эксплуатацию и мониторинг дальнейшей работы осуществляют итальянцы. Максимальный срок поставки – три недели. Уже до конца 2018-го фирма солидно расширит модельный ряд продаваемой турецкой техники. Появятся разбрасыватели, пропашные и зерновые сейлки. Субтитры создавал DimaTorzok